В общем, анализы крови тоже во все показатели в пределах нормы. Ежедневно к Альбине Гафуровой приходит до 12 человек. С начала года в деревню начали проводить интернет, и ФАП к сети подключили одним из первых. Появился доступ к электронной медкарте пациента. Забиваем бирочку, они сразу автоматически идут, сдают анализы, и к нам возвращается уже за лечение. А это фельдшерский акушерский пункт в Насадке, отдаленное село на северо-западе Кунгурского района. Людмила Романова по видеоконференц-связи консультируется с врачом-терапевтом из Кунгурской больницы о состоянии лежачего больного. По показателям крови изменения имеются? Да, гемоглобин у него все равно скачет, он у него идет 89-90, выше он не поднимается. Высокоскоростной интернет в Насадку провели еще в 2019 году в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика России». За это время фельдшер получила доступ, освоила и с успехом использует возможности единой информационной системы здравоохранения Пермского края. По видеосвязи мы можем выйти на любого специалиста, хоть в Перми, хоть в Кунгуре, проконсультировать пациента, независимо, чтобы он у нас не выезжал никуда. Ранее глава Прекоме Дмитрий Махонин подчеркивал важность поддержки федерации, благодаря которой к высокоскоростному интернету только в этом году регион смог подключить 207 социально значимых объектов, 98 ФАПов, 92 школы. Прохожу Олимпиаду, урок цифры, программирование, выполняю задания. Доступный интернет в школах позволяет в ноябре начать запуск электронной Пермской образовательной системы по-другому ЭПОС. На Пермской облачной интернет-платформе есть и такой востребованный блок, как электронный журнал и дневник. Смотрим на примере пятого класса. Посещаемость, расписание уроков, тема, домашка и, конечно, успеваемость. Ученики, педсостав и родители также получат доступ к базе электронных библиотек. Большие возможности для того, чтобы проводить какие-то дистанционные мониторинги, выходить на конкурсы дистанционные. К 2022 году к высокоскоростному интернету в Прикамье планируют подключить 187 фетшерских пунктов, 277 школ и 24 пожарные части. Мария Белостоцкая, Матвей Вершинин, Вести, Перм.